Пятую детскую поликлинику на площади Горького в скором времени закроют на неограниченное время. Такое решение было принято в региональном Минздраве после признания здания аварийным. Какая участь ждет больничное помещение, куда пойдут лечиться пациенты, выяснил наш корреспондент. Бывшее здание райкома, постройка 1959 года. С давних времен обслуживает юных пациентов Засвияжского района. Сегодня ветхое помещение 5-й детской представляет опасность. Причем как для самого персонала, так и для пациентов. Внешнее состояние нашей поликлиники, конечно, вы видите, поликлиника хорошая. Мы поддерживаем эту поликлинику, стараемся где-то все это подкрашивать, подмазывать. Поэтому так я не могу сказать, что все плохо в поликлинике. Но экспертиза признала, значит, мы должны выполнять эти требования. Видавшие виды здания стало основательно давать трещины по всем фронтам еще с 2013 года. Тогда и была проведена первая экспертиза. Здание признали ограниченно аварийным. А недавнее повторное только ужесточило решение. Аварийное помещение окончательно непригодно для приема пациентов. То есть сейчас работает комиссия по поиску каких-то там решений, то есть куда мы это, как дальше будут развиваться события. Пока определенного окончательного решения нет. То есть прорабатывается вариант и капитального ремонта этого здания. Прорабатывается поиск нового помещения в зоне шаговой доступности площади Горького. Пока окончательного решения нет. О том, что поликлинику закроют, объявил министр здравоохранения на встрече с персоналом 29 мая. Однако такую инициативу раскритиковали некоторые депутаты. В частности, за отсутствие четкой дорожной карты в решении проблемы. Как депутат округа, который уже много лет здесь работает, хочу сказать, что все-таки поликлиника, и особенно детская, она должна находиться в шаговой доступности от наших клиентов. Ну, это неудобно в плане того, что мы живем рядом, мы ходим в эту поликлинику. Нам здесь очень нравится. Считай, мы приходим сюда на коляске. Потому что мы живем на 50 лет в МКСМ, и не хотелось бы, чтобы нашу поликлинику закрывали. Ну, все-таки между безопасностью и удобством что выберете? Безопасность. Просто добираться будет нелегко, потому что мы ходим на массаж каждый день, и получается, это будет очень затратно. Конечно, хорошо, что если будет ремонт. Все поликлиники нашего города, вот на Камышинской отремонтированы хорошо. И нам бы желательно, чтобы все было комфортно для детей. Пока по сложившейся проблеме ищут решение. В самом министерстве сегодня предлагают перенаправить пациентов в другие лечебные учреждения. В частности, в дневной стационар на Артема 12 и в детскую поликлинику номер 7. В последней, к слову, завершают ремонтные работы. Планируется, что с 13 июня лечебное заведение откроет свои двери для оказания помощи по новым стандартам. Игорь Кранцев, Олег Тюрин и Денис Миронов. Весть Ульяновск.